ребят всем привет в этом видео я хотела бы вам показать как рисовать вишенки спиртовыми маркерами и если вам понравится этот материал понравится такая техника тогда с огромным удовольствием приглашу вас на базу интенсив по маркерам в котором мы более подробно изучаем данный материал и так давайте расскажу чем я буду сегодня рисовать набросок я буду делать простым автоматическим карандашом диаметр стержня 05 мягкость hb средняя такая самая стандартная обводить рисунок буду черным линером у меня диаметр стержня 03 принципе все и теперь про цветовую гамму для того чтобы передать объем на вишенки я подобрала три маркера красного цвета светлый средний и более темный для веточек и для листика я взяла два оттенка зеленого один посветлее другой немножко потемнее и для падающей тени я выбрала средний серый оттенок рисую я в маленьком скетчбуке форматом 15 на 15 у меня односторонняя бумага это значит что она протекает на оборотную сторону и для того чтобы не испортить соседний лист я подкладываю вот такую вот пленочку начну я рисовать с карандашного наброска и первым делом мне нужно закомпоновать вишенки я их рисую больше натуральной величины потому что я люблю когда и есть место где разгуляться какой смысл рисовать такие маленькие что даже их от души не покрасишь одна вишенка чуть ниже вторая чуть выше это нужно для небольшой динамики пока что просто намечаю их кружочками затем ставлю такое углубление то откуда будет расти палочка и вишенки мои соединяю такой вот линии линию эту рисую объемно чтобы не было что раскрашивать и дальше у вишенок есть такое местечко где они соединяются теперь намечу листик сначала тонкую тонкую веточку и затем вот такую вот форму листика я добавляю специально небольшие такие искривления чтобы листик смотрелся более натурально и поживее теперь смотрите надо немножко форму вишенок уточнить вишенки имеют более сложную форму где-то даже будет такое ощущение что они могут делиться на две части и с этой стороны также это как например рисовать яблоко да все знают что яблоко круглое но когда мы начинаем сматриваться то понимаем что там не совсем прям ровный круг все-таки есть своя форма у каждого фрукта все вот такой вот у меня предварительно карандашный рисунок теперь я буду обладать его линнером начинаю давайте вот с этого общего места сейчас когда я обвожу рисунок линнером я могу немножко его уточнить какие-то добавить детали где-то легкие штрихи ввести обвожу веточку затем вот это местечко где веточка прикрепляется к вишне и сам силуэт когда вы обводите линнером у вас еще есть шанс немножко свой рисунок подкорректировать подправить это можно сделать прямо сверху по вот смотрите на примере с листочком показываю у листочка край не такой гладкий и я могу этот не гладкий край задать сразу линнером где-то штрихами где-то вообще не трогать где-то линии и получается когда мы комбинируем разные типы линий тогда наш даже уже линейный такой рисунок смотрится поинтереснее провожу центральную линию такой хребет у листочка но опять же не одной сплошной а какой-то прерывистой линии так смотрится как-то поинтереснее повеселее все теперь можно полностью убрать карандаш это я делаю мягким ластиком клячкой либо можно сделать обычным ластиком и теперь начну работу маркерами начинаю я с красных оттенков и буду вести работу от светлого к темному беру самый светлый и первую очередь мне нужно закрасить все кроме бликов блик это такое местечко на вишне которая будет засвечиваться прямо до белого цвета то есть все кроме бликов я выкрашиваю светло-красным маркером очень аккуратно с границей контура стараюсь все таки чтобы у меня маркер не вытекал теперь то же самое делаю со второй вишенкой определяем где будет блик и как видите я блик делю на две части потому что когда блик просто отдельным каким-то маленьким кружочком это как-то смотрится не так объемно теперь я беру следующий по насыщенности маркер средний красный и теперь мне нужно задать уже тени тень кладу вот сюда вот где растет веточка затем учитывая что свет у нас падает с левой стороны так как у нас блик поставлен с левой стороны соответственно день у нас будет располагаться с правой и вот такими вот штрихами по форме закладываю тень как видите тень я кладу не в самый край а небольшое расстояние все-таки отхожу заложила несколько пятен и теперь мне нужно вот эту границу размыть я беру опять светлый красный и прям по границе круговыми движениями прохожусь чем быстрее вы это будете делать тем лучше будет размываться у вас край и вот видите я говорила что он мне нравится когда есть площадь для работы если была бы совсем малюсенькая вишенка то любят этого не почувствовали размаха вот теперь когда уже граница стала более мягкая все можно здесь остановиться то же самое делаю со второй вишенкой сначала задаю ей более темный тонку здесь вот в углублении также закладываю теневую часть не прям краю отхожу несколько миллиметров для того чтобы образовался у меня рефлекс рефлекс это отраженный свет и когда вы закладываете вот этот рефлекс то ваш рисунок будет смотреться более объемно вот такую теневую часть я задала теперь опять возвращаюсь к светлому и размываю границу безусловно этот прием его нужно отработать потому что вполне вероятно что с самого первого раза это может не получиться но самое главное руки не опускать потому что со временем обязательно вы вот это почувствуете как видите когда я рисую маркером я прям смело на него нажимаю и не боюсь что у меня перо сломается все как видите переход стал гораздо мягче и теперь мне нужно задать основную самую глубокую тень это я делаю самым темным 3 маркером глубокая тень у меня будет вот здесь вот там где растет веточка я сдала глубокую тень и вот здесь вот боковой части тоже закладываю глубокую тень как видите по площади она маленькая не огромная и можно вот здесь чуть-чуть в край дать теперь опять мне нужно границу этой тени сделать мягче я возвращаюсь к предыдущему цвету среднему красную и границу круговыми движениями размываю с первой вишенкой делаю то же самое если вы чувствуете что вам нужно вернуться еще на один шаг назад светлому красному чтобы размыть границу среднего красного это можно спокойно делать никто не запрещает что еще хотела отметить что конечно же на разных фактурах распределение объема будет совершенно разные и на разных формах она будет разные но это мы уже более глубоко рассматриваем на интенсиве по маркерам так что он кого заинтересовала данную тема добро пожаловать теперь я беру зеленые цвета начинаю опять со светлого и сначала задаю выкрашиваю в один тон веточки листик все штрихи стараюсь класть по форме роста волокон это тоже важно чтобы вы штрихами не перебивали структуру вот таким образом когда я выкрасила все что у меня зеленое в отдельный светлый тон теперь я беру второй более насыщенный и смотрю куда мне можно положить тень в листике я сделаю это вот сюда в переднюю часть и в ту половинку опять как видите штрихи стараюсь класть по форме роста прожилок возвращаясь к предыдущему тону и немножко круговыми движениями границы размываю и листик у меня будет более мягкий вот таким вот образом теперь я заложу объем на веточках мы договорились что свет у нас падает с левой стороны соответственно правая будет чуть чуть темнее вот так вот здесь на соединительной части наложите горизонтальными штрихами опять возвращаясь к предыдущему светлому тону и границу аккуратненько отлично теперь нам нужно задать падающую тень я для этого взяла серый тон обычно на своих уроках я показываю как закладывать тень используя 3 оттенка серого но здесь мы договорились использовать ограниченную цветовую гамму для того чтобы у всех нашлись эти оттенки тень закладываю опять же исходя из освещения свет падает с левой стороны поэтому тень чуть-чуть будет отодвигаться вправо и опять же из-за того что у нас форма изначальная шара тот падающий тень будет напоминать вот таким вот образом я задаю падающий тень хотела бы сразу вам отметить что серые серые цвета маркеров это просто необходимые цвета и с этого нужно начать вообще собирать свой набор потому что мне кажется что без серых вы далеко не уедете термина рисуем и падающие тени мы добавляем их различные фактуры в архитектуру в любые любые даже предметные зарисовки нам понадобится серый цвет и кстати у меня даже есть на сайте отдельный курс по рисованию только серыми оттенками для прохождения всего курса вам потребуется всего 4 маркера 4 оттенка серого очень интересный полезный курс рекомендую и смотрите что нам осталось сделать на финише на финише мы прорабатываем с вами какие-то мелкие детали добавляем блики чаще всего я это делаю белой гелевой ручкой на чаще всего я это делаю белой гелевой ручкой или белым акриловым маркером но если у вас такого инструмента нет тогда вы можете взять обычный белый карандаш из набора с цветными карандашами что мы делаем белым мы можем прорисовать например прожилки на листике смотрите белый карандаш очень хорошо рисует по маркерной бумаге и вот такие вот штрихи отлично наполняют рисунок немножко также мы можем пройтись по соединительной части немножко где-то подправить вытекший маркер и что еще можно сделать белым карандашом немножко блик вот этот его мягко-мягко ввести в цвет то есть я круговыми движениями границу блика слегка осветляю видите он уже очень мягко помягче входит цвет вишенки можно даже эти блики объединить что еще рисуем белым мы обозначаем усиливаем рефлекс и помните да я говорила что тень мы кладем не в самый край а на 2 миллиметра отступаем для того чтобы образовался рефлекс лишнего носа под завернулась карандаш вы все-таки больше немножко контролируйте чем маркер рисовать и также я могу наметить некоторые отблески еще добавить на вишенки на одной и на второй то же самое делаю сначала мягко размываю границу блика объединяю 1 и 2 затем добавляю рефлекс еще каких-то несколько отблесков ну что ребят вот такие вот вишенки у нас с вами получились и на что я всегда обращаю внимание в своих видео уроках на то что мы рассматриваем все объекты которые изображаем не с точки зрения что я просто хочу нарисовать симпатичные вишенки я хочу передать объем я хочу знать блики задать рефлексы посмотреть как плавно перетекает один цвет из другого как несколько цветов взаимодействуют друг с другом то есть решаем вот такие вот интересные задачи если вам понравился этот урок и вы хотите продолжать обучение то я с огромным удовольствием буду рады видеть вас на своих мини курсах и на интенсиве по рисованию спиртовыми маркерами огромное спасибо вам за внимание и всем пока а